Ну что, дорогие мои, озеро у нас плотно замерзло. Я следил, как оно мерзло. Каждый день бегает здесь у меня под окнами лиса. Я вам там показывал, есть ролик про рассвет, как она бежит. И вот видите, иногда ей приходится бегать по такому мокрому льду. Где-то там живет уже несколько лет. И ворует кур. Вот в том доме залезала, в том залезала. Здесь у соседей сосед Валерий говорит прямо. Я ее пугаю, стою перед ней. Уходи, уходи. А она, говорит, смотрит на меня такая наглая и не уходит. Ну а мы с вами идем на ту сторону, к Никольскому источнику. Потому что я туда иногда хожу пить святую водичку. И мы заодно поговорим на важную тему. Старчество. Старчество. Какое-то сейчас пошло нападение на старцев. И появились мнения о том, что это, конечно, не ерунда. Что это все глупости. А я уверен, что это нет. Это не ерунда, не глупости. Это совершенно нормальное явление. Может быть, оно просто приобрело такое название, которое не всем нравится. А ведь на самом деле это хороший духовник. Хороший священник. Так, кто-то звонит. Звонят люди. Рассказывают про то, что им сделал в жизни хорошего отец Иоанноники. И я очень рад, что все это событие подняло такую хорошую волну хороших людей, которые рассказывают очень хорошие вещи. И это и есть пример старчества. Где старец, приняв сотни тысяч человек, очень многим из них помог. И они его только так и воспринимают. Что старец. Причем, насколько я помню, отец Иоанники лет 15, наверное, назад. Мне жаловался, что еще кто-то звонит. Звонят люди. Звонят, беспокоятся. Это вот казаки нескольких областей решили объединиться и тоже какое-то дело в защиту отца Иоанноники сделать. И это, я им сказал, что хороший повод объединиться. Объединиться на добрых началах, на тех, которые у православия заложены как патриотизм, как правильное отношение к государству и к церкви тоже. Так вот, я продолжаю разговор о том, кто же такие старцы. Старцы, мне кажется, это все-таки избранные священники или избранные духовники. Потому что то, как я вижу, в каком они режиме и с какой интенсивностью служат, это, в общем-то, почти невероятно. То есть вот отец Иоанники сейчас. Ему больше 80 лет. Без ноги. Больной. Он ночью принимает, днем принимает. Я уже не понимаю, когда он спит. Сказать, что ты делаешь. Она меня замужем. Ты, дорогие друзья, да запретите мне этот шпорт. Бог, Бог, вот и Господь, Господь. Господи, Господи. Для меня человеки великий, может быть, еще право, я буду надорвить. Я, Бог, вот и Господи. Господи. Для меня человеки великий, может быть, еще право, я буду надорвать. А, Господи, Господи. Обижать, забыть живот, ты, а кто думает, что у нас надо, надо крестить, и мы должны остаться. А все силы разве поверят, и там перемещаться, дыхаться, и там не переклимут. Отца и все стадухами кришни. Заходи, как я. Запретить тебе, расставить. Обучаемым кольцом надо крестить на ночь, на деть. На ночь? Да, и на день. Есть ли у него вообще какой-то сон? То есть сейчас там в день больше сотни человек приезжает, он всех принимает. И это в то время, когда у него вот такая некая гонимость. Так вот, эта избранность дает им возможность, или Бог им дает эту возможность в этой избранности пользоваться духовностью напрямую. То есть помощью Божьей, помощью ангелов. Так что, каждому, кто обратится, и хватает. Это не личностное отношение. Это отношение Бога с человеком. Это отношение Бога к человеку. Через такого духовника идет, через старца идет. И поэтому здесь разговаривать вот таким языком обычным, что это священник, который должен делать то, что должен другой священник делать, то есть как обычный священник, подчиняться тому, что должен другой делать. Обычный священник здесь не приходится. Потому что, если бы они жили, как эти обычные, то они бы и не были так любимы людьми, и стольким бы людям не помогали. Почему у обычного-то не получается? Весь этот вопрос. У него что? Приход другой. У него возможности какие-то другие. Живя в большом городе, почему у него нет такого наплыва, как говорится, желающих с ним общаться? А потому что отношение другое. Отношение другое. И в чем разница отношения? Я вам могу сказать следующее. Если мы видим много разных священников, много разных людей, которые пытаются тоже, можно так сказать, быть популярными, быть известными, быть любимыми, уж если мы говорим о церкви, о духовности, а только любимый человек может быть в церкви настоящим, как говорится, духовником, то, к большому сожалению, многие из них, ну, они люди умные. Умные люди. Но от того, что они умные, они считают, что вот через ум и нужно этих людей научить себя любить. Используют средства информации, используют книги, используют выступления на телевидении, а то и в интернете. И все это умные. Они действительно умные. Они правда хорошие. Вот. Многие из них очень умные. Я даже люблю послушать. Такие вещи открываются и так далее. Но, смотрите, они действуют на ум. Они умные, и они заседают в уме у человека, поселяются там. И в уме этот человек может их любить за то, что у них прибавилось ума, за то, что у них прибавилось знаний. Они стали более опытные. И есть такие умные священники, которые любят за ум. Вот. И у них и много прихода. Но старцев любят сердцем. Сердцем. И старец-то, он в сердце человека. Он не в уме. Причем очень часто люди, которые к нему пришли, они ведь не умные. Они простые. А иногда еще сложнее. Так вот, в сердце поселяясь старца у этих людей, он там и творит это чудо любви. Из ума вы можете выгнать. Кого хочешь заставить, забыть там или еще что-то. И сердце-то не выгонишь. От ваших грехов не тебя дашь. Вы мне не все, пять, шесть, это под сына тоже нет. Ты же не венчин, зачинал ты. Детей. Все, когда рождены, которые лица зачатывают, не родник уйдет, а корнянида. И благоволит к нему Господь. А вот недавно она вас не видела, почему вы здесь и сейчас в новой церкви у вас рассказывали. У меня в пятницу приснились все. Венчаться вам надо. Я здесь была в новой церкви. Я вспомнила и Круска. У меня здесь ни разу не было. Может, не то он продает. Это же было. Вот она когда говорила для нее просто чистые. То есть у меня не чистые говорили. Я спрашивал, она говорит, у вас и говорит, у вас и дом проклятый, говорит, и ваша родня, на моей роде родня, что ты тут все наделаешь. Я не знаю, может, дом продать или еще чего-нибудь. Дома тоже сейчас. И стал не всего на одном месте упал, ногу сломал. Не дом меня, я сам меняйся. Как же он мог? Так. Всю жизнь дышит. Казани прошло. Искать. Запретить тебе за себя. Запретить тебе за себя. Не проханиз для чего тебе зверя, но как бы Бог не придирал. Распельш ces тебе, Христе, повиля учиться. Обрана бы сила врачей, не жало нечего вstrulaim если ускорблива, Искать, Христе, у瓜 придет работать без Pedro врачей. Выходить сделать все Выставь . И поэтому, когда что-то касается старца, вот эти, как говорится, его сердечные жители, они тоже поселяются в сердце у старца, это не представляете, как больно за того человека, которого ты любишь, который тоже у тебя в сердце. И старец за всех так и переживает. Вот некоторые удивляются, как он, неужели все наши тысячи знает, помнит, в уме держит. Не держит он в уме, он в сердце держит. И когда ты приходишь к нему, начинаешь разговаривать, ему из сердца говорят, это вот такой-то, такой-то, и он вот столько-то лет назад был, у него было-то то-то. Он не ищет в уме вас, потому что вы у него в сердце, и он у вас в сердце. И вот это отличие старца от простого священника, будем так говорить, или духовника, оно и дает, во-первых, основания тем, кто его так любит, верить, что он настоящий. Потому что сердце, как говорится, не обманешь. И дает право считать его своим. Потому что он в сердце. Где сердце ваше, там и вы. Так ведь в Евангелии у нас сказано. И вот эта сердечная связь, она устанавливается у этих тысяч людей в единое ощущение одного, можно так сказать, сердца. И поэтому, когда они вот здесь приезжают, или они живут в разных областях и так далее, все равно они ощущают себя единством. И через этого священника ощущают себя церковью. Церковью. Кому-то может показаться, что это какая-то отдельная церковь, что она не основана на том, что они должны были по порядку. То что сначала полюбить патриарха, потом полюбить митрополита Ивановского, который разрешит им поехать туда или не разрешит. Потом полюбить епископа Кенешемского, под которым находится этот священник. Затем благочины еще должен быть у них в уме. Потому что и от него зависит, стоит ехать туда или нет. А они как-то так, как-то так сразу, раз, и у батюшки в сердце, и раз, и с Богом общаются, и раз, и Господь им помогает. Через батюшку, через все. Но самое-то интересное, что вот в этом списке тех, с кем они бы должны общаться, которые я перечислил, нету всех этих тех, кто должен был почитаем быть сверху, но у них очень почитаемый Бог, Богородица, и все святые, которые участвуют в их отношениях. Раба Божия Игорь, раба Божия Ирина. Мы к батюшке Иоаннике приезжаем в течение шести лет. В феврале были, у него получали благословение на операцию, операция прошла успешно. Вот сегодня приехали выразить слова благодарности. Так как у нас в семье все откладывается сейчас благополучно, очень благодарны отцу Иоаннике. Также обращались с тем, что полили ребятишки у нас, и с благословением батюшки у нас все наладилось. Сегодня только чисто слова благодарности. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Они, у них напрямую в отношениях эти святые. И это замечательно, потому что когда вот такое отношение, оно на самом деле и есть главное отношение. Когда мы с вами слышим о том, что должен кого-то по статусу любить, то мы знаем, что это нарушение. Это нарушение евангельских принципов, что полюбить-то должен человек прежде всего Господа и прямого посредника с Господом, а не всю вот эту череду всех тех, кто по чину должен быть почитаем. Но у старцев какая проблема? Ее, эту проблему высказал Лесков в своей книжечке, там матушка вам читала отрывочек, она его немножечко сократила, но там в этом отрывочке все-таки есть, как один старец стучится в дом и такой он босиком, а его не пускают. Не пускают. Почему его не пускают? А этот ему объясняет. Да, ты-то сам, конечно, святой, но за тобой семь бесов ходит, они тоже в дом войдут. Вот одна из проблем, что, конечно, хорошие священники, хорошие духовные лица, хорошие монахи и старцы, они попекаются не только ангелами и Господом, но и вокруг них проживают толпами бесы, так можно сказать. Так вот эти бесы-то, они делают все, чтобы отвратить от этого духовника и чтобы вокруг него все время нетерпимую такую создавать атмосферу. Вот эти бесы этим занимаются. И поэтому то, что происходит сейчас, например, в Чихачево, как эти бесы крутятся здесь и как они бьются, ну, вполне закономерный такой этот процесс, потому что, видать, созрел. Видать, именно это положение сейчас у старца на чуть-чуть, может быть, ослабленное его состояние от болезни и бесы все. У них последний шанс пока живой уничтожить его, то есть все его терпение уничтожить, все его, значит, и уничтожить отношения, которые через него пришло к Богу и через него пришло к церкви. И поэтому, на самом деле, я бы сказал так, это последний бой. Я уж не знаю, сколько еще проживет отец Иоаннекий, дай Бог, чтобы прожил до 100 и больше лет, но, похоже, вот такая ситуация. Это либо последний, либо важный бой. В то время, когда у страны такие трудности, когда она, можно так сказать, ослаблена вот такими состояниями, давай нападем и давай этого уничтожим. так вот это очень интересная вещь. Я вам рассказывал уже, как однажды у меня был некий, некая дружба с человеком, таким, с большим начальником в Москве, и он однажды мне звонит и говорит, отец Михаил, мне сон такой странный приснился. У меня, значит, снится какой-то храм на горе стоит, а вокруг вот него вот такой светлый купол и в этот купол как птицы бесы бьются, бьются, падают, отлетают, с криками опять налетают. Где бы это такое? Что это такое может быть? Я говорю, ну приезжай. Я, по-моему, увидел, где этот храм может быть и он приехал. Мы с ним поехали сразу в Чихачево и как только вот так проехали этот мостик, он сам затормозил, его аж вот так вот трясет мелкой дрожью. Так вот этот храм, вот это место, так вот вот здесь эти бесы бились. Вот этот, видать, купол духовный над Чихачами всегда был, ну а сейчас маленечко ослаб, маленечко прорвался, ну и они прорвались. Ну, к сожалению, прорвались до храма. То есть, можно сказать, некий оплот духовности отняли, отняли, и мы сами видим, что это за бесы, но слава Богу подсказал Господь Батюшке, что надо иметь другой храм рядышком. Но еще раз повторяю, храм-то вот здесь, они могут все отнять, они могут и дом у него сжечь. ничего удивительного из того, что происходит, для меня нет, потому что могут, это же бесы, это же бесы. Вот, поэтому мы не будем этому удивляться, но могут ли они изгнать из ваших сердец отца аноники. Да никогда. Никогда. Они из головы могут вытеснять. Тот, кто в голове держал, вот тот очень склонен менять свое мнение. У него быстренько, сегодня хороший, завтра плохой. О, какая-то бабка ляпнула, что ой, там всех-то. Вот, значит, все, это умники, это умники. Они понятия не имеют, что такое любовь сердечный, что такое духовник в сердце. Поэтому я считаю так, вот у нас, конечно, сейчас прошло очень хорошее время, в котором мы увидели старцев такого настоящего, я бы сказал, вселенского уровня. И отец Кирилл Павлов, и отец Наум, отец Амросий Юрасов, отец Николай Иларионов, тоже такой вот пока забытый или не поднятый, но это настоящий. Вот отец Иоанноники, о котором мы сейчас говорим, это все такие столпы, которые вот в этом времени оставят настоящий духовный след. И вот те, кто сейчас нападает на отца Иоанноники, да какого бы они звания там не были, их всех забудут, их забудут, это им сейчас кажется, они дело какое-то делают, они что-то там это, и о них что-то говорят, ну к сожалению уже и говорят то не знаю чего, а во-вторых, кто они такие, куда все эти митрополиты и епископы дальше пойдут, да никуда, вот никто их не знать не будет, не помнить, не верить в них, никто никогда не будет, а вот эти старцы, они действительно дали нашей церкви основание говорить о том, что она святая, основание говорить о том, что она настоящая, действительная, потому что они как раз и показали все те чудеса, которые у апостолов были, и у этих старцев тоже бывали, вот такой мой рассказ про старцев, вот, я уж не знаю, будет ли нам еще кто явлен, будет ли у нас еще возможность вот каким-то прикипеть тысячами, но я надеюсь, что Господь не оставит, если он нас любит и на нас надеется, то я думаю, что и отец няньки еще поживет, ну и еще какие-то у нас проявятся, я пришел к источнику, вот он здесь, Никольский источник, ну и пока к нему иду, еще раз рассказываю эту удивительную историю, вот в этом зеленом доме жила Валентина Мамонова, а вон в том коричневом доме живет Николай, Валентина в день зимнего Николая, скоро это будет, решила с утра прополоскать вот здесь бельишко на этом мостике, а потом прийти ко мне в церковь причащаться, на мостик-то подбежал, а он скользкий, она хлоп и сразу в воду, в прорубь в эту и стоит, значит, по горлышку в этой воде и вспомнила, что сегодня день Николая и начала кричать Николай, спаси, Николай, спаси, Николай-то вот живет вот там далеко, зимние окна, но, говорит, слышу, кто-то кричит, Николай, спаси, Николай, спаси. Вышел он, вот так, говорит, я стою там на дорожке и никого не вижу, а у нее только голова торчит, а тут, видите, тут заросли, и там у него заросли, он, конечно, через эти заросли голову не видит, а она смотрит на храм, его тоже не видит, и давай опять кричать, а он говорит, я домой уже пошел, вот, никого не нашел, а она опять кричать, Николай, спаси, я, говорит, посмотрел, она здесь вот, она такая большая, женщина грузная, у нее валенки, у нее пальто большое, она никак, конечно, на этот мосток не может выбраться, но он ее вытащил, она прибегает ко мне в храм, батюшка, меня Николай спас, я говорю, ну, слава Богу, наш святой Николай, чудотворец, многих спас, а меня прямо вот сегодня конкретно, и гляжу, ее распирает, я говорю, останься, после службы расскажешь, и вот она рассказала эту замечательную историю, Валентины сейчас нет, Царствие Небесное, но мы помним, вот как святаго Николая, чудотворца, мира Ликийского, тоже гнобили, тоже гнали, тоже, значит, всячески лишали сана за то, что он там арию оплеуху свесил, но теперь мы его любим, и теперь это наш Святой Николай, там церковь в Чахачево Николая, чудотворца, Мирелькийского, здесь у меня источничек Николая, чудотворца, поэтому сейчас попьем водички и укрепимся, а Николай, чудотворец, моли Бога о нас, помоги отцу Иноники и всем его чадам остаться в любви, аминь.